здравствуйте все здорово что мы встретились и у нас сегодня с вами встреча по моей самой любимой теме по дудкам я поэтому не смог приехать взять допустим 3-4 с собой какие-то травины чтобы все объяснить показать я приволок целый мешок чтобы показать как можно больше и может быть кому-то раздать кому это интересно мне хотелось бы сделать такой акцент на том как материал влияет на возникновение технологии как материалы инструмент они формируют и образ инструмента музыкального и его форму вот и я привез вот разные травины они в основном сядь трава сухая это уже не очень хорошо вот но что есть то есть вот этим и мы пользуемся я думаю что самые древние инструменты дудки это это наверное костяные дудки и этой струбчатой кости и травяные потому что в общем-то природно сформирована уже сама вот эта вот сама дудка сама основа ее мне интересно что вообще относить к дудкам например я думал правильно ли отнести глиняные свистульки к дудкам один деревенский музыкант мне сказал делай мне инструмент он сказал говорить по нашему говорит все где пусто внутри то и дудка я понимаю что вот в общем когда у нас есть ствол то дудка получается мы вот в нее дуем да вот получается вот такой ствол а вот глиняная свистулька которые я с собой здесь вот не взял это как такой вот у нас просто момент в вне в общем то этого такого ствола нету там по-другому образуется звук и там главным наверное является сам свисток значит дудки бывают разные потому как из них как формируется звук из чего он берется это могут быть свистящие это могут быть гудящие это могут быть разные разные формы хотя в основном я больше всего интересуюсь дудками свистками зеленая трава я вот привез сухая на зеленая конечно зеленая да но она сухая трава это дягель или дудник или как еще его называют где он только не есть и в разные всякие названия у него имеются вот зеленая трава вы все его видели с беленькими цветочками все это здорово вы в августе месяце где-нибудь режешь он зелененький сырой такой хороший из него нарезаешь самые разные какие угодно и что самое интересное есть инструмент который можно сделать только из зеленой вот такой травины когда берут нож или даже ногтем можно сделать и прорезают прорезает вот такую щель вот так вот прорезают щель потом дуют я сделать этого не могу потому что это сухая дудка вот получается такая гуделка который где называют просверелка где просто дудка где как-нибудь еще я буду сейчас с вами показывать разные конструкции я привез и надеялся что мы дотянем как раз до нашей встречи но все-таки трава уже это побурела и к сожалению смякла это трава которая сейчас растет у нас как это сорняк сахалинская гречиха он растет в разных местах где-то на пустырях где угодно может расти и я потом могу показать как это выглядит в интернете можно все это посмотреть увидеть трава очень удобная для того чтобы дудки делать это вот они вырастают по три по четыре по пять метров такие палки они зеленые с большими такими листьями из них можно резать когда они зеленые и когда они только начинают крепнуть потом она становится очень твердой эта трава я сразу начиная с инструмента материала не традиционного непривычно потому что когда-то каким-то образом как и борщевик про борщевика немножко историю знаю про эту никакой истории мне не известно скорее всего завозили как декоративное растение и он прижился горечишник этот вот но здесь важно то что трава вот сейчас это мягкая из нее мне легко будет легко будет строгать об инструменте вот если трава зеленая то я могу сделать какую-нибудь дудку вообще без ножа а просто например взяв и сейчас это попробую сделать и разломав ее разломав и вот так вот ногтями где надо зубами видишь выломалась лишняя вот я могу сделать дудку посмотрим как она не самый лучший сейчас вот момент конечно она уже такая твердая зелененькая так вообще можно вот я могу безо всего эту дудку отломать откусать и она у меня будет будет инструмент есть разница между тем что формы инструмента вообще вот конструкции и инструментом который существует в традиции это разные немножко ситуации потому что здесь это все может меняться развиваться как-то складываться вычитаться здесь просто сделать какая-то дудка какой-то свисток как я спрашивал я говорю для чего такая вот нужна ну говорит дед говорит ну говорит мы баловались там детьми бегали баловались но говорит знаешь овечек пугать там овечек пугать еще что-нибудь очень сильно история дудок она связана с пастухами по вполне понятной причине потому что пастух в лесу в поле в лесу пасет у него вся эта растительность вокруг него у него время для этого есть какие-то инструменты вообще ему необходимы для для работы и какие-то инструменты ему он делает для может сделать себе или своим подпасхам сделать для забавы но у меня вот появился нож хорошо я уже могу не ломать я уже могу резать я уже могу резать я уже беру ножик и здорово да а могу сделать вот так аккуратно колечечком так прорезать у меня получится все та же дудка каток уже здесь вот другой срез я буду сейчас показывать разные вам материалы и например для сравнения вот с этой струхой сухой травой я покажу тростник но вот такие дудки когда ты показываешь кому-то то сейчас многие знают что это такое значит говорят это кугиклы или кто знает пермскую традицию что это пыляны но так или иначе как-то инструменты эти существуют вот собственно кугиклы курские они делаются из тростника из сухого тростника из сухой травы вот вот у меня давние 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 эта история тут есть какую-нибудь час я дудку а вот эту я возьму и вот с этим тростником вот так ты не обойдешься обломать ты его не обломаешь он очень твердый очень твердый и вот ты аккуратненько потихонечку нарезаешь колечко нарезаешь и есть есть и получаешь дудку в которую ты начинаешь с таким же как вот и здесь дуть и у тебя ничего не получается почему не получается не получается потому что там внутри шелуха находится и эту шелуху я должен оттуда как-то вытащить если я буду делать из какого-нибудь вот тоненькой тростиночки что-то делать у меня ничего нет я палочкой могу какой-то веточкой пошуродить но вот в курской традиции у них там другие пространства друг другая другой мир несколько у них там гусей много вот гусиное перо и я почистил и теперь то вот я дую меня ничего не звучит почему почему мне ничего не звучит а потому что вот здесь вот донышко вот эти дудки которая начала резать они все имеют донцы все дудки начал показывать да вот у них есть донышко это донышко пористая вот здесь она плотная а вот это пористая вот она пористая чтобы мне его надо как-то зачем-то за заклеить и вот я заклеить могу чем клеем воском да вот хороший вариант у меня нет воска с собой но да вот кто-то заклеивать пластилином современные люди там но кто чем может современный человек заклеить там клеем там вот воском и вот я скажу что мастера которые играли они никогда воском не клеили они клеили слюной вот так я боюсь уйти в тему вот этих дудок я чуть-чуть только касаюсь только показать разницу инструмента это другая история отдельной истории мне посчастливилось все-таки действительно это увидеть услышать и вместе посидеть поделать инструменты с мариной алексеевной бочаровой вот и здесь я показываю просто как разный материал он определяет какая будет у тебя форма здесь ты ничего не накусаешь это я показываю трава зеленая но все-таки мы придем вот к этому дягилю чтобы услышать звук но все-таки полегче поинтереснее я сделаю с него вот хоть и со старых и со старых дудок смысле сухих туда же я думаю какой сам себе задаю вопрос какая была твоя первая дудка на которой ты играл свисток какой я думаю кто-нибудь из вас тоже может сказать и вспомнить что это было но когда-то но у меня была гильза гильза было были раньше ключи такие которые можно было додать до крышечки но бутылка это когда бутылка у тебя появляется в жизни это уже другая песня вот ну правильно конечно да но какие-то пузыречки я вот что-то хотел взять пузырьки я их даже с аптечные всякие собираю чтобы показать как это по-разному звучит и вот перед глазами стоял на столе забыл кинуть просто тоже вот лопух такой вот да вот этот свисток мы сейчас можем что-нибудь найти какой-нибудь фломастер какую-то крышку что-нибудь такое тоже донс тут дырявая это ну вот ну и так далее все это можно понаделать поназатыкать я показываю инструменты как скорее сейчас как игрушки вот и не не говорю ни о какой традиции не о том что в какую музыку сейчас играть мы играть будем то что мы можем играть то что мы можем то и будем играть то что я могу посвистеть что у меня это у меня и получается если я в какой-то традиции чем-то владею мыслю вот в этом какой-то музыкой там особенный какой-то то она у меня и будет получаться вот эти простые инструменты они как раз хороши тем что они знаете такой как лакмусовая бумажка получается вот никаких дырочек нет ничего нет а ты что ты должен сыграть что-нибудь придумать ладно здесь есть несколько конечно звуков но все равно это не совсем то что не хотел вот сделаем сейчас другую дудку который будет уже открытая донсом это сразу срезаем ровненько аккуратно сухой сложнее работать она все-таки ломается но размер инструмента зависит от длины вот здесь видите какие здесь коротенькие все вот эти вот получается дудку я могу сделать только вот которая здесь а длины от толщины от диаметра толщины стенок а то всего мы покажем вариант такой вот я вырезаю такой свисток понятно что пальцем я такое не проковыряю да это уже вот видите дудка длинная длинная а звучит в ней как что в ней звучит только вот этот вот кусочек почему потому что здесь перегородка здесь перегородка и если я хочу сделать эту дудку длинный мне ее надо чем-нибудь про ковырять проткнуть ну пальцем не получится да значит какая-то палочка я это вам показываю как практическое для практического применения чтобы вы могли это все сделать потому что вот сейчас у меня получается дудка которую все из вас наверное знают как она называется как же такая дудка называется мне уже сегодня говорил тут один товарищ что это такое что это что это такое да вот калюка значит вот эти вот вот такая вот дудка которая тоже будет называться называется свистун или где-то называется журавлинка да как вот потом разные названия эти дудки тоже повсеместные белгородском селе большебыково была найдена 40 лет назад вот такая дудка была обнаружена традиция игры в несколько дудок это единственное мне известное место где так играли я перед отъездом специально говорил разговаривал с верой николаевной медведевой которая собственно нашла ее в экспедиции вера николаевна и анатолий николаевич иванов царство ему небесное вот он этим летом умер неожиданно совершенно есть его статья по этим дудкам его расшифровки и вот мы с верой николаевной говорили я говорю правильно ли я все таки понимаю что вот этот ансамбль который играет на этих калюках это явление исключительно большебыковское и связано но с богатой певческой многоголосной традиции она говорит да наверное так то есть просто дудка попала в вот в это песенное многоголосие и на дудках стали петь эти песни и там главное то есть две собственно игры это протяжная и комарька хотя они как-то иногда варьируются как и что получается калюка это дудка называется потому что делалось из травы татарник колючий из колючки поэтому называется калюка от слова колючка вот это запья это говорю много лет всем и объясняю вот это значит здесь вот как бы я тут травину не называл она будет называться по-другому если по имени травы я буду говорить если я буду делать ее из всеми любимого борщевика значит если в такой терминологии то будет какая-нибудь борщовка если я буду делать из значит вот из такой трубки то это как-то еще должно называться там конь алюминька там или что угодно ну дальше мы фантазируем вот и поэтому правильнее правильнее все-таки говорить что вот дудка свистун по-научному это называется там обертоновая флейта там и тара-та-та открытой там такая вот да значит вот этот татарник его не надо пробивать ничем там как раз такой ствол у меня была такая дудка и она мне все укорачивалось 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 у кого у меня остался где-то такой кусочек вот наверное остался и она действительно очень красивая сама по себе трава это такой хороший конус гладкий ровный замечательно но я ее найти в я его и так не смог найти вот ну так вот бывает да вот я по тем же курскими белгородских местах был искал я не нашел этой травы вот поэтому мы делаем есть такой замечательный человек делаем из того что нас под руками есть такой замечательный человек ученый музыкант александр казанков с которым я знаком давно и который как раз для меня был в определенном смысле таким проводником в эту дудушную историю потому что он быстро мне дал понять что самое главное это понимать смысл потому что есть внешние подобия как сейчас делают какие-нибудь кугиклы из бамбука или полианы из бамбом видели вот все это не да не так давно все это обертывают это берестой для большей древности и это абсолютно бессмысленное дело точно так же как и во всяких остальных делах когда мы можем там красиво нарядиться мы можем что-то вот пытаться красиво изобразить но по сами по себе к этому не имеем отношения не владеем не чувствуем здесь вот у инструмента есть смысл какой-то у него есть его свойства если ты собираешься играть нам собираешь многоствольную флейту вот собираешь их то они должны стоять у тебя ровненько чтобы ты мог на них играть если несколько стволов чтобы можно было играть если ты ты делаешь такой соблазн бывает листья растут оставить эти листья но это так для просто для забавы к инструменту это не имеет никакого отношения и выделка инструмента точно так же она в общем то очень простая это простая история вот я пробиваю пробиваю делаю чтобы попытаться получить здесь все-таки какой-то чистый канал значит чем чище чем прямее чем ровнее ствол тем лучше да вы можете иногда получить какой-то из-за кривизны какой-нибудь дополнительный вам нравящийся звук но это приемлемо звучит а это попробуем ну-ка что не это не то это не то это не то поехали дальше вот я так поверну чтобы вы видели да как я делаю вот я срезал видно ребят да вот я срезал теперь смотрите 1 скрипит тогда и 2 и вот в общем то у меня получилось а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не взял с собой длинные, потому что, например, вот эта та самая калюка, о которой идет речь, она делается по длине руки человека. Там очень красивая история, эта дудка получается неким инструментальным аналогом человека, потому что каждый делает вот где-то по своей руке. Надо сказать, что дудки вообще состраиваются, вот все это, состраиваются по хватам, и вообще вымеряется дудка какая-то по хватам, и по пальцам делается все. И мы перейдем, я покажу обязательно сегодня дудки с дырочками, чтобы вот ладовыми этими отверстиями. Вот человек, вот с собой, человеком все меряется, все меряется человеком. Вот поэтому, конечно, здорово, когда собиралось там три, четыре, пятеро там ребят собирались. Кто там высокий, кто там поменьше, кто какой, у них эти разные дудки. Ну, понятно, что все это как красивая картина, там она, естественно, как-то что-то подстраивалась на их слух, как это все получается. И вот это вот складывалось их пение, когда каждый поет на этой дудке, играет, это звук, связанный именно с ним. Это про большебыковскую историю, но есть хорошая статья Анатолия Николаевича в сборнике «Сохранение возрождений фактверных традиций». Да, в нем очень, вот это все там можно прочитать, вот он внимательно очень это описывал. «А так, дудочка, ну я делаю то, что мне попалось, вот мне попалась вот эта трава и то». Я говорю, вот какая я ходил, смотрел, две недели назад трава была зеленая, она бы свяла бы. И я вот ходил-ходил, а тут пал туман, и трава размокла. Все, я вот пришел, я хожу, плантация стоит, заросль, а вот пальцем беру, все, вот она эта-то негодящая, потому что я взял хоть что-то, чтобы хоть что-то было. А так ты берешь то, что есть, но вот попадается, значит, вот этот дягель, я взялся из него что-то и изобразится. Ну давай изобразим из него, попробуем. И с тоненькой, тоненькой будет поменьше. Значит, вот в этой нашей истории еще очень важен инструмент. Ну про зубы и ногти вы сами разберетесь. А вот инструмент, вот тут у нас нож, который мы режем. Это я вам подскажу, что, конечно, он может быть разный, и, конечно, всегда в кармане у мужика был ножичек в кармане, и у мальчишек были всегда ножички, то, что называлось перочинный. А перочинный ножик название, почему молодежь называется, слышали такое название, перочинный нож? Слышали, что такое, почему называется? Да, потому вот у меня одно перышко, вот одно перышко есть, которое можно, я не буду его сейчас пока трогать. Ну, гусиными перьями писали, и маленькие, маленькие ножички, двулезвенные ножички, вот, вот ими перышки очинивали. И ребята питерские могут поехать на уделку, и там эти старинные ножички старые, которые школьники носили в кармашке, они там бывают, встречаются. Вот, а вот у меня нож, это практически такой момент, это пинель, французский нож, очень хороший, лучший, что я знаю, для вот этой работы. Это вот эта высокоуглеродистая сталь, только должна быть черная, не нержавейка, он очень хорошо точится, очень хорошо держит заточку. В конце концов, точить мало кто и умеет, я тоже не особенно хорошо точу, мягко говоря. Вот, но он недорогой нож, поэтому с ним можно делать всякие эксперименты, и он тебе послужит очень хорошо. Вот, это я советую всем энтузиастам, которые, надеюсь, появятся в плане дудок. Вот сырую травку резать мне легче, конечно, сухую тяжелее, она хрупкая, но не получается. Форма отверстия. Когда ты много делаешь, то ты начинаешь понимать, видеть просто и предполагать, какой будет звук. И знаешь, что отвечает за громкость, что за низкие звуки, что за высокие, где какие вот эти размеры, все эти соотношения. Вот эти, здесь все работает на таких простых соотношениях. Я это срежу, мне не понравилось. Дудка неровная, она такая, не круглый, неровный круг, да, что она так примятая вот получается. Значит, вот я могу выбрать, а как же мне, какое мне лучше взять, вот, наверное, пошире, чтобы получалось. Сейчас попробую. Сейчас я попробую. Иногда бывает кривое такое отверстие звучит. А вот сейчас не звучит, нехорошо. Не получается. Сейчас, ребята. О, пожалуйста. Я очень люблю вот такую музыку. Где, потому что это такая, на грани, на грани того, что здесь как-то и человеческое, и природное, оно сохраняется, оно как-то вместе соединяется. Потому что, как бы я не был опытен, я все равно не смогу на дудке, на такой сыграть вот именно прям то, что вот я задумываю. Всегда будут какие-то, от нее будут происходить какие-то моменты, что не этот абертон возникнет, а другой возникнет абертон. И вот так получается такое взаимодействие меня и инструмента. Вот мы как-то вот работаем. Мне это очень нравится. Я очень люблю вот этот открытый свисток. Свистеть так надо научиться еще. Но для этого надо максимум три дня. Все, больше ты на всю жизнь. Чем это интересно? Я покажу с пыжом дудочки, теперь вы все знаете блок флейта, там стоит пыжик, пробка такая, который кто угодно взял и кто угодно дунул, и все сразу будет получаться. Вот у меня из такой истории здесь лежит где-то, лежит свисток, который сделан из коры ивовой. Но играть на нем нельзя. Он засох уже на второй, на третий день. И поэтому, конечно же, вот эта вся травяная история, она лучше всего про нее рассказывать летом, когда все это цветет. И при том тоже в разное время, когда кора снимается, когда дудка. Кора снимается в первой половине лета, там, или в мае месяце, а дудки вызревают, значит, уже в середине лета. То есть все это, все время что-то происходит. И мы ничего не можем вот с этим сделать. Все, вот я могу показать только, и даже представление о дудке, ты его не получишь, она скукоженная вся. Но вот это был свисточек, вот здесь вот, думаешь, свистит, получается. Это можно, это легко делать, вот свистки все легко делать из любых других материалов. Я покажу. Ну вот. Интересно, хорошо. Здесь интересно играется или губой, или языком. Здесь тебе надо приладить как-то язык, нащупать где-то звук. Но когда ты почувствуешь, как ты его, вот, ты его ощутил, этот звук, вот он есть, вот тут вот он есть, и ты его прям ловишь, 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 это здорово. И ты можешь играть совсем-совсем тихо, вот прям на уровне того, что только ты сам будешь. Вы не слышите почти ничего. Ну, чуть-чуть, да, чуть-чуть, чуть-чуть, да. А я-то слышу, да, и это же все вот эта вот игра. И иногда бывает так, что какие-то звуки, ты прям чувствуешь, что где-то вот они вот тут тихонько тут гуляют, прям гуляют, гуляют, прям срываются, где-то вот тут прям, и ты его ловишь, 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 ловишь. Ой, как это здорово. Это такое вот музыкальное, такое звуковое исследование, вот так, это как разговор такой вот, это интереснейшая штука. Но кто попробует, тот поймет, эта музыка не для выступлений, эта музыка не для демонстрации. Хотя, да, играли на этих свистунах тоже, играли под пляску там, девчонкам поплясать. Но вот возвращаясь к этим большебыковской истории, которые хоть немножечко мы знаем, играли в ночном, например. Ребята пасли, тех коней там, ночь, они там в поле. Я могу только это себе воображать. Вот там именно такой ситуации не было, но что такое ночь в поле где-нибудь, это я хорошо знаю, да. Костерок там разложен, все здорово. И вот никто тебя не дергает, никто не тыркает. И эта музыка, вот она возникает. Вот такая ночная, ночная музыка. Это замечательно и интересно. Значит, здесь я, все, что я делаю, это я делаю приспособление в виде этого свистка для того, чтобы вытащить звук. И я играю только вот эту, то, что музыку, то те звуки, которые есть в этом стволе. Сейчас я, который будет почище видно, слышно. О, вот на этой покажу. Что здесь получается? Вот смотрите, я когда играю, я могу играть просто вот так вот. Вот здесь есть набор звуков. Можем посчитать, попробовать. Три, да, получается? Теперь смотрите, вот эта дудка открыта. Тут я ее закрываю. Три, да, считаем так, но другие. И вот мы играем, чередуя два этих набора. И когда говорят, а у вас здесь тут нет дырочек, она у вас вроде того, что тут нечего играть. Я говорю, считаем. Раз, два, три, раз, два, три. Сколько? Шесть. Сколько игровых отверстий надо сделать на дудке, чтобы было шесть звуков? Пять. Мало? Немало. Просто другой вообще лад, совершенно другой. И он непривычен. И ты его никуда не подсунешь. И ты никуда не сделаешь. И каждая дудка, каждый этот инструмент, он один в мире. Всегда. Вот точно такой же не получится никогда. И в этом кайф. Но все-таки человек не может угомониться. Он хочет совершить насилие над природой. Что делать? Так получается. И вот вырезал свисточек. Я сейчас на самом деле не знаю, что получится. Хорошо. Вот мы поняли, что это звучит вот эта вот часть. Давайте пробовать, смотреть. Как-то мне надо здесь проковырнуть дырку. Значит, наверное, вот на такой травине я это попробую сделать ножиком. Я просто так вот режу, где вот. Я прорежу таким же образом, прорежу какую-то вот дырочку. О, вот такую прорезу. Что получится? Попробовали? Без комментариев, без всяких. Давай попробуем сделать то же самое. Давай попробуем сделать то же самое, но подлиннее. Я сейчас проковыряю эту. Здесь вот так вот перепоночку эту уберу. Я стал говорить про Казанкова, Сашу. Вот с ним я когда-то спорил. Он делал дудки из чего угодно. Из любого полиэтилена, из каких-то электрических кабель-каналов, из всего-всего-всего, что угодно. И я, будучи таким упрямым традиционалистом, я говорил, что делать можно только из того материала, которым должна быть сделана. Потому что это звук, ощущения, отношения, всё. А через 20 лет я сказал, что я был неправ. Потому что, конечно, да, это очень всё важно, это всё правильно, но если у тебя этого материала нет, то у тебя выбор один получается. То есть либо-либо у тебя есть инструмент не из-за привычного материала, либо инструмента у тебя нет. И всё исчезает. Вот и всё. И таким образом исчезают многие инструменты, которые можно сделать только из природного материала. Пробуем. Вот, конечно, так называемому фольклористу им очень тяжело жить, потому что всегда рядом находятся люди, которые зададут вопрос, где ты это видел, какая это традиция, что это, откуда ты это взял, и так далее, и так далее. Мальчишка, который делает, просто мальчишка, ему никто не указ, он может делать всё, что угодно. Поэтому вот я призываю в данном случае вот быть в этом состоянии. Ку-ку-ку-ку, хорошо. Где бы нам сделать дырки? В каком месте? Вот вопрос, который часто задавали, мы постоянно задавали, допустим, пастухам, кто делал рожки, задавали вопрос, где делать дырки? Он говорит, как ты делаешь, как выбираешь? Он говорит, как пальцы лягут. И многие люди, учёные, ну, не понимающие в этом, они смеялись, 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 и что всё это... А потом дальше я смотрю, что всё ведь очень просто, всё очень правильно. Потому что вот он... Играть-то кто будет? Он или учёные? Он будет играть как? Пальцы вот так ты играть не будешь тебе, да? Так-то играть тоже тебе, это уже отдельная история. Тебе так надо сделать дудку, как тебе будет удобно перебирать пальцами? Как тебе удобно её взять? Ты пошёл в поле, тебе надо там, ну, мальчишке просто поиграть, посвистеть, да? Пастуху там поиграть коровам нужно. Сейчас вот... Ну, в каком месте? Вот я вот беру в руку, да, вот смотри, где я... Мне всё равно. Ну, я вот так вот сделаю. Вот я сделаю одну дырку здесь, а потом посмотрим, вниз или вверх делать ещё дырку. Давай попробуем ещё сделаем вниз дырочку. Ну, вот так вот, хорошо. Сейчас мы придём с вами к очень интересной истории. А теперь, а давайте мы этот донца отрежем, посмотрим, что получится. Вот. Вот так вот. Вот так мы пришли к очень интересной форме. Очень правильной форме. Дудка с двумя дырками. Вот я думаю, это некий базис, потому что сделать можно одну дырку, как у нас было сейчас, да? Я сам находил пастушевский рожок с одной дыркой. Дед один делал, он уже в поле не пас, но он по привычке делал. У меня лежит этот рожок. Две дырки. В чем разница одна дырка, две дырки? Вот потому, как мы берем инструмент, мы его берем ровно, двумя руками. Мы можем, я могу играть так, зачем? Это само собой, я беру его вот так. Да, я могу дальше третью дырку добавлять, четвертую. И пятая появляется, это уже у большого-большого любителя. Ведь штука такая с нашим пониманием традиции, то, что нам достается, что нам достаются совершенно разные слои, временные и жизненные вот эти слои, которые мы воспринимаем все сразу вместе. И мы сравниваем вот такой вот инструмент, как я делаю, и какой-нибудь инструмент, который делала артель где-нибудь в Смоленске, там продавая, там делает, уже налаженное производство было. Это разные истории, когда есть уже устоявшаяся какая-то традиция игры на пятидырышной, там курской дудке, и вот такое конструирование инструмента, чем мы с вами занимаемся. Каждая дырочка, каждый звук, как, например, на гуслях, это каждая новая струна, это совершенно новая история. Это не набор звуков, не увеличение просто, а это вот здесь вот совершенно другая история становится. И вот этого вполне для жизни достаточно. Кабель-канал – это самый дешевый, доступный нам материал, копеечный совершенно, из которого можно, на котором тренироваться, делать и играть. Вот, пожалуйста, вот эти вот. Кабель-канал – это самый дешевый, доступный нам материал. Ну и так далее. Понимаете, да, что всё это бесконечная история такая. Вот я взял, я нарезал просто, чтобы здесь времени занимать. Вот, пожалуйста, значит, есть вот эти дудки. И вот они, наши возможности эксперимента, то, что я сделал сейчас на траве, вот они, дудочки с двумя дырочками. Официально делал просто так. Вот как вот у меня отрезалось, как отрезалось, как где просверлилось, мне интересно, а что будет, что и как. И всё это несложно считается, по опыту прям считается. Можно наделать в разных тональностях, это всё несложно. Ну вот, посмотрите, дырки в разных местах, всё это, разные дудки. И эту послушаем. Вот здесь ошибки быть не может. Они не будут сочетаться между собой. Ну, может быть, чтобы сыграть. Но это никогда, вы же услышите все, в каждом случае вы слышите какая-нибудь знакомая вам попевочка. Или так, или так. И вот в этом ошибки нет. И когда мы берём глиняную свистульку, у которой классическое количество дырочек, сколько? Две. Вот я, надо было взять хоть одну просто, чтобы показать. Две. Какие две дырочки? Правая и левая. Всё, мы всегда с этим связаны. Мы связаны с нашими пальцами, с руками, вот с этой длиной руки. Тому, как нам удобно, как всё распространяется. И инструмент продолжения человека. Вот у нас всегда должна быть какая-то ладная очень история. И тогда всё получается. Вот дерево растёт. На дереве ветки сучки. На это дерево можно лезть. Одно дерево такое, другое такое. И мы лезем по этим сучкам, ну, докуда там получается нам добраться. А вместо этого мы делаем лестницу, где у нас ровные ступенечки, так, как нам захотелось или как у нас получилось это сделать. Вот и всё сравнение. Мне интересна музыка леса. Мне интересно вот это вот состояние, потому что это всё-таки такое хорошее состояние, нормальное человеческое природное состояние. Меня когда-то поразил один человек, который хорошо делает инструменты. И я его спросил, я говорю, а ты не пробовал делать вот на такой дудке, делать вот такой свисток? А он говорит, а зачем? Деды за нас уже всё придумали. Я был просто ошарашен. Потому что я тогда зачем сам по себе, если я не пробую и не пытаюсь это понять? Потому что, например, есть вот такой свисток, классический свисточек, вот такой вот, самый простой. И вы понимаете, вот сейчас я думаю, да, что такой свисток возможен, когда у тебя есть нож. Да, послушайте, конечно, я могу взять там осколок какого-нибудь этого, значит, кремня, да, там чем-то, да, и скоблить могу. Ну да, что-то я могу скоблить там, что-то, ну, здесь всегда взаимодействие, да. Всё-таки, когда есть нож, поэтому, когда мы говорим о древности инструмента, там, да, что у нас какие-то есть сразу границы, которые немножко нам облегчают это, что как-то по-другому было, как-то по-другому было. Хотя, ну, мы всё равно, вот наши фольклорные все вот наши интересы, они дальше 19 века почти не двигаются, нет материалов. Когда мы с этим имеем дело, то я не знаю, какими тысячелетиями мы обращаемся. Ну, просто не могу сказать. Не могу сказать. Вот, это понятно, что это, когда мы говорим о материале, подвид курской дудки вот такой вот. По-настоящему она выкручивается из клёна. Это непростая история, вот, это никто попало сделает, если это тут вообще все могли делать, это не сделает, да. Вот, но у меня вот когда-то был какой-то запас бамбука, которые разошлись, я наделал дудки много, они все разошлись, потом я нашёл несколько неправильно просверленных дудок мной, прожжённых, вот. И я переделал просто, ну, вот, это вот. Вот мне нравится, мне очень нравится. Вот это открытая дудка, это вот, ну, подвид курской как раз дудки, но, значит, бамбуковая моя вариация такая. Я очень люблю, на ней можно тоже тихонечко. Ну, очень-очень хорошо, никому не мешаешь, обыграйся просто. Мне важно вот этот момент показать вот эту разницу. Получается так, что, на самом деле, вот этот вот свисток, который я показал, который делается вот так прекрасно, вот таким вот образом. Ну, мы там знаем их по скуду чайную, например, да, там по книжкам или там по музейным каким-то историям. И это как одна из возможных вариаций. Вот мы нашли такую дудку когда-то в экспедиции, потому что очень хотели найти, и мы её нашли. И нам сказали, да, да, да. Ну, никакой музыки с этим не было связано. То есть инструмент как конструкция есть, но инструмент как музыкальное какое-то явление его нет. Но здесь ещё тоже такой момент, что мы всю музыку понимаем как то, что непременно что-то сыгранное. Вот какая-то мелодия, какая-то песенка, что-то ещё. Но ведь есть другое просто звучание. Дети, которые бегают и там свистят в эти свистки, как мне вспоминали один из знакомых моих мастеров, гончаров, он рассказывал картину потрясающую, когда, говорит, мы с отцом приезжали, привозили эти горшки весной, там по деревням ездили, этих свистулек, там свистушек корзина. И он, значит, ребятня сразу, дядь, что там это вот как, а он посвистел свистушкой, всё, дядь, сколько стоит там? Он говорит, яйцо, цена свистушки была яйцом, глиной. И они где побежали, где мамка дала, где сам стянул, всё, у того корзина этих, была свистушек, уже корзина яиц там или полкорзин. И они бегут, несутся, представить себе эту музыку. Можно? А можно. Я вот, кстати, пробовал с детьми, я сейчас, ну, просто у нас много бы всё получилось. Я вот простые дудки делал, и мы вместе, там, 30 человек, просто так играли. Вот кто как, что хочет. Классно получается. Классно получается. Но это такое звучащее пространство, такое полотно, которое никакое... Ты там услышишь эту музыку, что-то... Это интересная, это отдельно интересная история, которую, действительно, мне нужно на вас на всех нарезать было бы этих дудок, чтобы мы вместе попробовали и это услышали. Вот хороший материал, который мне очень нравится, это вот такой вот... Это полиэтилен. Это тёплый пол. Это лучший материал. Но есть разница с трубками. Трубки цилиндрические, а вот эти трубки конические, да, которые... Есть разные. И тут я эти свисточки к ним приделывал, вот, чтобы можно было играть. Просто у меня конструкция. Это для каждого, а это для того, кто умеет. То есть все любые изобретения, они всё что-то дают какое-то новое. Ну вот нашёл я тут тоже перед отъездом. Очень я увлекался одно время этим. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Чего я хочу больше сделать? Не хватает-то людей. Как то, что играли, что несколько человек вместе, так одна песня. Один-то я один. Всё время ты хочешь увеличить, да. Ну вот как-то это изобразить. Что ещё? Из инструментов, которые... Один наш с вами хороший такой друг, Серёжа Чернышёв, тут он мне говорит, я тут достал с детьми, дал им блок флейту, прислал мне. Я говорю, Серёж, зачем ты дал блок флейту ребёнку? Это совсем другой инструмент. Он для другой совершенно музыки. Он к нам ну никак не подходит. Если мы хотим на чём-то играть, и что ты... Вот у нас сейчас есть, слава богу, эти вислы. Это хороший инструмент. Можно лишние дырочки замотать пластырем. Вот. Ну я серьёзно говорю. Ну их много, ну шесть. Вы что? У него такой диапазон, я даже и половину из него не могу выиграть. Три с половиной октавы, по-моему. Ну три так точно. Я не могу. А нам что надо? Нам чипотик чирикали, почирикали, пошли. Вот. Вот здесь как раз эта пробка. Вот. Любой взял, и любой играет. И... Это о том, что мы сейчас можем делать. Вот если мы хотим что-то взять, на чём-то попробовать, это я про... А так, конечно, надо делать, надо нам учиться, надо делать. Но тут ведь штука в том, что играть будет тот, кому это интересно. Если не интересно, то зачем это мучиться? Зачем это мучиться? Вот. А как исполнительство, что показать, выйти, показать, там то-то, то-то, там наигрыш, там на дудке, там на что-то. Да что, зачем нужно-то? А вот по самому поиграть, вот это да. Вот это да. Вот это да. Так что я к этому всех вас настраиваю. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так. Сейчас, парень. О, как бы не упасть. Вот так. А теперь... Есть еще. Носыренька. О, как бы не упасть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поксиком Субтитры создавал DimaTorzok Нужно потоньше сделать, чтобы тоньше она Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Кто-нибудь скажет, что у деда-то случилось? ДимаTorzok 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 Пойдем, не машище Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А свисток без дырочек делали пальцами, чтобы играть? Так можно и с дырочком тоже свисточек, ну как этот швирель детская такая, что играет Только надо длиннее делать, выбивать длиннее тоже И вот с такой толстой ветки, да? Так любую делай, хоть потоньше, хоть толстую делай Любой, звуки-то разные будут, и регулируешь тогда этим Вот с дырочкой он пошел Вот Субтитры создавал DimaTorzok По тоньше, толсто сильно это Вот просто, видишь, только толстый он велик, толстый потоньше надо бы выбрать Звук понежнее, потоньше был бы А так, видишь, звук грубый такой получается, серовой, плохой У меня больше шток, что-то Толстый он очень это Как его наискось нужно, да, срезать? Да, немножко наискось надо Одну сторону побольше, другую поменьше А покажите, получше, покруче надо срезать, или вот так вот? Вот так, наверное, где-то Попробуйте, может, его покороче сделать, и еще срежьте Это можно Ну, дорезали вовсе, срезали, надо другую стволину искать Это свисток называется? Да, это овечек пугать, они боятся вот такого свиста всякого шума А вы говорите, не надо, никак не используется, значит, овечек пугать можно? Можно А как вы травой-то называете? Как? Травой-то как называете, из которой сделано? А вот этот ствол, что-то как я забыл, как его, я тоже называю, но я сейчас просто не помню Ну, а так между собой как называете? Стволы, да и все мы называем так, бывало, по-детски бегаем Спальняк Стволы Это только когда в поле гоняли, сделали? А, детвора было всякое дело и без поля Так, для потехи, понимаешь, просто игру встраивали, ну и вот Кто чего сможет смастерить А это что у вас такая за аппаратура? Снимаю вот На пленку все записываю А, да, это как фотоаппарат все равно Видеокамера Вот Вот Таких тоже делали Вот Таких тоже делали Ну, тоже с таких делали Вот Так, бывает, дуешь Это просто вот так ровненько срезать и все, да? Ну да И как это называлось? Тоже такие дудочки всякие, знаешь Типа швистульки Вот Типа швистульки, да И край прям так ровно обрезался, да? Ну да Ну так это надо подбирать тоже Чтоб это Потоньше тогда лучше швистульки По-разному, да Это тоже ребята делали Или как-то использовалось? Ну, ах то Конечно Ребят не было Что, а что в гараж Как можно придумать, да Делали по-разному, да Вот Субтитры сделал DimaTorzok